Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша и я носитель русского языка. Включайте субтитры, выписывайте неизвестные вам слова. Сегодня я бы хотела поговорить с вами, почему мы не используем в русском языке такие слова, как сир, мадам, мисс и другие. Рассмотрим на примере слова сир. Мы знаем, что в английском языке нам необходимо добавлять в конце предложения сир, особенно в формальных случаях. И всё для того, чтобы показаться более вежливым. В русском языке мы не используем такого рода слова. Вы можете перевести их как господин или сударь, но никогда не используйте эти слова в разговорной речи. Даже если вы очень хотите показаться вежливым. Если при обращении кому-либо вы добавите в конце предложение господин, сир, сударь, это будет звучать очень странно и забавно. В данном случае авторы добавляют это, чтобы усилить контраст. Как мы видим, Джек и Эти господины разного уровня. Он пират, а Эти мужчины на государственной службе. Соответственно, уровень у них разный. И в художественных произведениях или фильмах иногда добавляют эти фразы, чтобы усилить это значение. Показать, какие разные слои. Чтобы усилить впечатление зрителя и показать, насколько разные эти люди. Поэтому в разговорной речи, в русском языке мы никогда не добавляем данные слова. Ни в начале, ни в конце, никогда, нигде. Но, если вы хотите показаться очень вежливым и случай очень уж формальный, например, встреча с президентом или с каким-то очень высокопоставленным человеком, в таком случае вы можете добавить «уважаемый» в начале предложения. Уважаемый Виктор Геннадьевич. Уважаемый Михаил Викторович. Но только в формальных случаях, в очень формальных случаях, как встреча с президентом или если вы очень хотите показаться вежливым и формальным. Но я лично не рекомендую использовать эту фразу в разговорной речи. Но интересный момент. В письмах электронных или в письмах, которые отправляют по почте, очень часто в начале предложения добавляют слово «уважаемый». Например, электронное письмо. Уважаемый Михаил Викторович, я пишу вам по такому-то поводу и так далее. То есть, в начале вместо приветствия добавляют «уважаемый». Это происходит довольно часто в формальных случаях и только в письмах. Только в письмах. Закрепим. В русском языке мы не используем слова как «господин», «сударь», «мистер», «мисс» никогда, даже если случай очень формальный. Но вы можете добавить в начале предложения при обращении кому-либо фразу «уважаемый». Но в очень формальных случаях в разговорной речи мы почти не используем эту фразу. Мы можем использовать это в электронных письмах. Ну что же, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, в вашей стране принято использовать такого рода слова «сир», «мистер», «мисс» и так далее. Очень интересно. Спасибо за ваш просмотр. Желаю вам удачи в изучении русского. Не забывайте учить выписанные слова. Хорошей вам недели и всего самого наилучшего. Спасибо и до свидания.